МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работники пенсионного фонда и рязанские полицейские сообщают о новшествах. Вот это запах! Жители дома по улице Солнечной недовольны протечкой канализации, однако никак не могут добиться от своих коммунальщиков откачать нечистоты из подвала. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня в рязанском отделении пенсионного фонда прошла встреча руководителей фонда с журналистами. И разговор шел о новшествах в работе сотрудников регионального отделения. В региональном отделении пенсионного фонда прошла пресс-конференция, на которой были озвучены нововведения, вступившие в силу в 2015 году. Они коснулись в первую очередь изменений в пенсионном обеспечении граждан по старости и расчета пенсионных баллов, заработанных в течение года. Начнем с того, что у нас с 1 января 2015 года вводится понятие двух пенсий. Это страховая пенсия и накопительная. То есть раньше мы говорили о трех составляющих. Базовая составляющая, страховая и накопительная. Сегодня мы просто говорим, есть страховая пенсия, есть накопительная пенсия. И к страховой пенсии добавляются фиксированные выплаты. То есть вот эти понятия, они как бы там сформировались в обособленные выплаты, которые связаны с пенсионным обеспечением. Вот для того, чтобы посчитать количество баллов, заработанных гражданином за год, надо сумму взносов, начисленных работодателем в течение календарного года, поделить на сумму взносов, которые могут быть начислены с предельной суммы заработка. Вот на сегодняшний день, с 1 января 2015 года, предельная сумма заработка установлена 711 тысяч рублей. Продолжительность официального страхового стажа, То есть, чем больше работает гражданин, тем, соответственно, он зарабатывает большее количество баллов. Это официальное трудоустройство и работа с официальной заработной платой. То есть, мы должны уйти от серых выплат. Поэтому размер официальной заработной платы, он тоже существенно влияет на пенсионное обеспечение. Чем выше заработок, тем больше страхового взноса, тем больше, соответственно, и количество баллов, которые заработает гражданин. Теперь узнать размер своей будущей пенсии можно, не выходя из дома. Благодаря сайту pfrf.ru на базе портала госуслуг, можно легко и быстро рассчитать примерную сумму выплат, положенных вам в старости, узнать количество баллов, заработанных за период вашей деятельности, и получить ответы на все интересующие вопросы. На официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации введен в эксплуатацию новый сервис, личный кабинет застрахованного лица. И основной задачей этого сервиса является повышение пенсионной грамотности граждан, это во-первых. А во-вторых, и что наиболее важно, это предоставление информации о сформированных пенсионных правах. О том, чтобы такие понятия, как пенсионные баллы и стаж, были для людей не абстрактными понятиями, а чтобы они уже могли моделировать свой трудовой и жизненный путь, и самое главное знать о том, сколько уже пенсионных прав они приобрели. И самое главное узнавать это в режиме онлайн. Как вы видите, здесь есть несколько немаловажных вкладок, и самое главное среди них, принципиально важное, это получить информацию о сформированных пенсионных правах. Вот, соответственно, я открываю эту вкладку, и здесь видно, что мой страховой стаж составляет 5 лет 9 месяцев 9 дней. Количество приобретенных мной пенсионных баллов, в которых оценен каждый год моей трудовой деятельности, это 15,4 балла. То есть получается, что примерно половину до минимального права на получение пенсии я приобрел. Ну и для того, чтобы более подробно ознакомиться с этим кабинетом, все-таки я хотел бы порекомендовать еще раз зайти в подкладочку в информацию «Обшие сведения о порядке формирования пенсии в системе обязательного пенсионного страхования». Так что, дорогие рязанцы, пользуйтесь на здоровье благами современной цивилизации. Ведь ваши отзывы и предложения помогут улучшить качество обслуживания граждан и, соответственно, вас самих. Об облегчении доступа к государственным услугам сообщают и рязанские полицейские. В центре лицензионной разрешительной работы оборудован теперь терминал электронных очередей и также помогает людям инспектор-консультант. В подразделениях лицензионной разрешительной работы регионального ОМВД повышают качество предоставления государственных услуг населению. Таким образом, министерство выполняет указ президента, который гласит, что в ближайшее время необходимо максимально оснастить территориальные органы внутренних дел для удобства граждан. Реализация указов президента майских, нацеленных на повышение качества оказания государственных услуг, оно, в общем-то, остается на том же уровне реализации, как и было предписано детальным планом графика, утвержденному министром внутренних дел. В соответствии с этим планом графиком, поэтапно оснащенность территориальных органов внутренних дел, оказывающие государственные услуги, повышается до уровня максимальной удовлетворенности. В феврале 2015 года в целях упорядочения очереди заявителей в Центре лицензионно-разрешительной работы установлен комплекс электронной очереди. Это поможет минимализировать время нахождения заявителей в подразделении. Кроме того, было внедрено такое новшество, как дежурный инспектор-консультант, который находится возле терминала, помогает определиться с талоном в нужный кабинет и предварительно проверяет, чтобы все заявления были оформлены правильно, а госпошлина была оплачена. Заявители, они тоже, в общем-то, значительно меньше тратят времени для того, чтобы ожидать своего приема инспектором цензионно-разрешительной работы. В целях оптимизации оказания государственных услуг Министерством внутренних дел был издан приказ, который обязывает в настоящее время территориальные органы всех уровней мониторить удовлетворенность граждан, которые получают у нас государственные услуги. В области контроля за оборотом оружия с этого года мы тоже несколько оптимизировали оказание государственных услуг, а именно территориальные органы районного уровня в настоящее время производят отстрел контрольного оружия. Если раньше это проводилось в одном месте, в городе Рязани, что создавало, в свою очередь, большое скопление людей в определенные дни, то теперь людям, которые проживают в Рязанской области, для контрольного отстрела не нужно приезжать в город Рязань, им достаточно обратиться в территориальный орган по месту жительства, где ему будет произведен контрольный отстрел, им на руки будет вручен протокол контрольного отстрела, и уже с этим документом они обращаются в Центр для продления своего разрешения. Совместный рейд сегодня провели работники сразу трех подразделений. Дорожные полицейские, работники миграционной службы и служащие госавтодорнадзора. Нарушения выявляли у водителя маршруток. Подобные рейды на улицах города проводятся регулярно. Конечная остановка для этого не самого приятного для нарушителей мероприятия выбирается специально. Туда транспортные средства прибывают с минимальным количеством пассажиров. Сегодня инспекторы нанесли тройной удар. Сначала с водителем общается сотрудник ГАИ. Напоминает о необходимости использовать те же ремни безопасности. Затем эстафету принимает управление миграционной службы, проверяет в порядке ли документы. Потом салон с пристрастием осматривает сотрудница госавтодорнадзора. К административной ответственности будет привлечен каждый, кто предпочел закрыть глаза на нарушение и выпустил на линию транспорт, которому самое место в ремонтных боксах. Порядка 15 административных правонарушений тремя экипажами дорожной патрульной службы было выявлено со стороны госавтоинспекции. За сегодня? Вот за два часа проведения рейдового мероприятия. Гораздо меньше нарушений выявляет миграционная служба. После изменения некоторых законодательных норм они сократятся еще. Теперь неважно, кем ты работаешь в России, а знать русский язык, историю и законы в том числе будь обязан. Иностранцу грозит штраф, как физическому лицу, от 2 до 5 тысяч рублей, а работодатель там побольше штрафы. Есть постановление правительства от допустимой доли иностранных работников на 2015 год. Там вот как раз на маршрутных транспортных средствах там допустимая доля иностранцев 50% стала. Водители ведут себя по-разному. Кто смущается, кто откровенно злится. Только обижаться тут не на что. В салоне не дрова, живые люди. И безопасность прежде всего. А теперь к коммунальным проблемам простых горожан. К нам в редакцию обратились жители многоквартирного дома по улице Солнечной, 10, корпус 1. Жильцы здесь жалуются на протечку канализации. И потому в подвале их дома образовалось практически целое озеро нечистот. Беседовала с жителями Оксана Тебенихина. Жители дома номер 10, корпус 1 по улице Солнечной обратились в нашу редакцию с просьбой осветить их проблему. На протяжении нескольких лет им приходится дышать испарениями от постоянно текущей в подвал канализации. Картина, конечно, не для слабонервных. Озеро, состоящее из отходов человеческой жизнедеятельности, полностью затопило подвальное помещение дома. И, понятное дело, коммунальные службы исправлять ситуацию не торопятся. Обратились к вашему телевидению, чтобы вы нам помогли, чтобы на нас обратила внимание администрация города, представитель советского района по ЖЭУ. ЖЭУ-19 – это основное что? Мы задвыхаемся в канализации. У нас здесь нечистоты в нашем подвале. И не знаем, как с этим бороться. Не знаем. Вот я, например, живу на втором этаже, и даже на втором этаже, несмотря на то, что я сделала ремонт, все заделали, все равно, видно, через вентиляцию, все равно тянет к канализации. Постоянная вонь канализации. Просто иногда дышать невозможно. Особенно, когда там забьется и льется все в подвал. Дома дышать нечем. Понимаете, какие испарения. Дом был сдан в эксплуатацию ровно 30 лет назад. За это время, само собой, жильцы о ремонте и не слышали. Пару раз в месяц по просьбе граждан сантехники в подвал заглядывают. Пожимают плечами и, устремив взор на свои, никак не приспособленные к такой жизненной ситуации ботинки, уходят в освояси. У нас лежаки забиваются. Нам же уговорить, что виноваты только мы, жильцы дома. Мы, может быть, с ним и согласны. Но надо какое-то принимать решение. Дом-то уже 30 лет, любая труба забьется. Любая. За 30 лет трубы уже износились. И все там уже забилось и перезабилось. И даже то, что они ходят там пробивают на день, на два, это толку никакого не будет. Надо все менять. К запаху уж, извините, фекалий присоединились и сопутствующие неприятности. Крысы, тараканы, комары невообразимых размеров. С новыми соседями познакомились даже жильцы верхних этажей. Появляются насекомые. Самые обычные подвальные блохи. Вот вы представляете, у нас дети ползают по полу. Все искусственные. От этих блох. И брызгать, и дихлофосами. И уезжаем, сами кидаем дымовые шашки и в подвалы, и в квартиры. То есть это невозможно же так жить. Крысы, мыши. У нас вот ребенок боится до ужаса. Потому что все прогрызают. Это хорошо, у кого есть сяшки на полах. Это, как говорят, спасает. У кого нет, это у нас было постоянно. Вот мы сами, вот у нас крайняя квартира. Мы постоянно, разные мазюки, они прилипались. То есть это наши были постоянные жильцы. И еще, причем, месяц ты не заплатишь, уже начинают уведомлять, как же это так. Вы тут задерживаете. А вот вы знаете, если честно, даже не хочется платить. Потому что это кто должен делать? Водоканал, ЖЭО. За что с нас берутся капитальные какие-то ремонты? Где у нас, вот пройдите в подъезд и посмотрите, где у нас какие капитальные ремонты. И вновь вопрос граждан коммунальным службам повис в воздухе. За что же они деньги платят? Да коли люди будут вынуждены жить по коленам, ну вы понимаете, тут, собственно, и добавить нечего. И в завершении выпуска важная информация. В районе деревни Сумбулова Спасского района ведутся поиски Раисы Васильевны Солодовой, 1946 года рождения. Пожилая женщина ушла из своего дома либо позавчера вечером 10 февраля, либо рано утром 11 февраля. Раиса Солодова невысокого роста, телосложение имеет среднее. Одета она была довольно легко для зимней погоды. В тонкую куртку, серые резиновые сапоги, а на голове был платок. Если кто-нибудь располагает информацией о местонахождении Раисы Васильевны Солодовой, то просьба сообщить по телефону ее дочери. 8-910-503-88-39. На этом с новостями на сегодня все. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии стал начальник государственной жилищной инспекции Рязанской области Иван Миронов. И речь в беседе пойдет о лицензировании управляющих компаний и о старте программы по капитальному ремонту жилого фонда. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин